Я расскажу о трех парнях и одной девушке, у кого вы можете и должны учиться. Привет, друзья! Буквально вчера вышло мое видео о опустившихся блогерах. Но заметьте, я не назвал ни одной фамилии, потому что смысл видео был не в этом. И меня радует, что основная масса моих подписчиков, вас, друзья, поняли посыл. Посыл в том, что нужно очень тщательно фильтровать ту информацию, которую мы пускаем в свою жизнь. Что мы слушаем, что мы читаем, что мы смотрим и с кем общаемся, все это очень важно. Ведь не забывайте, все это формирует и нас как личность, и мир вокруг нас. Это очень и очень важно понимать. И мне говорят, зачем ты это делаешь? Ведь человек, про которого ты снял, поймет, что это про него и сделает ответку. Да я уже знаю даже, что он делает ответку. Но я-то делал это не для того, чтобы именно вот его опустить лицом в грязь. Это делалось, повторяюсь, и основная масса моих подписчиков поняла, для того, чтобы мы фильтровали то, что делаем. Ну и, конечно же, не секрет, что человек, который ничего из себя не представляет, не может родить никакую идею, никакую здравую мысль. Ничего не добился, не добьется и не пытается добиться в жизни, в спорте, в бизнесе, неважно. Он начинает критиковать и обсирать других людей. Вот основная мысль. Но сегодня я вам хочу рассказать, друзья, о том, откуда вы можете смело черпать информацию. Я расскажу о трех парнях и одной девушке, у кого вы можете и должны учиться. Ведь сейчас на самом деле такое огромное количество информации, а люди, с которыми я вас сегодня познакомлю, большинство из вас наверняка их знает, это люди практики и теоретики. Это очень грамотные люди, которые способны донести свои знания еще правильно. Это тоже очень важно. Я сталкиваюсь очень часто, что в связи с тем, что мы по-разному трактуем те или иные слова, даже так уже в наше время, некоторые люди неправильно понимают ту или иную информацию. И в основном, конечно же, это моя вина. Я над этим работаю, пытаюсь делать все более интересно и проще. Поэтому постоянно изучаю, общаюсь с различными людьми. Так вот, друзья, первый человек, кого я вам рекомендую, это Дмитрий Смирнов. Дмитрий широко известен в кругах фитнес-сообщества. Он и действующий спортсмен, и главный редактор интересных журналов, связанных со спортом, с фитнесом. Хоть я сам и не люблю это слово фитнес. И вы можете у этого человека учиться. Учиться у него и его спокойствию, его восточному подходу к жизни. Видно, что человек мудрый, никак не реагирует ни на какую критику. Очень уважительный человек и уважительно относится к тому, что делает, и к своим зрителям, читателям. У него есть свой блог, насколько я знаю, на ютюбе. И я настоятельно рекомендую вам с ним ознакомиться, с его идеями, методами, мыслями. И скажу сразу, что я, возможно, как и любой другой человек, не со всеми, не везде согласен с мыслями, идеями тех людей, о которых я сегодня вам рассказываю. Но, по крайней мере, я даю вам гарантию, что это очень грамотная, проверенная теория и практика информации. И когда я черпаю свою информацию на тот или иной вопрос, который меня интересует, с которым я слабо или мало знаком, я всегда обращаюсь в основном к информации, которые предоставляют люди, подобные Дмитрию Смирнову. Настоятельно рекомендую. Следующий человек, кого вы можете смело слушать, который дает грамотные, конкретные рекомендации, это Дмитрий Тренер. По-моему, его фамилия Зубарев. Ну, в Инстаграм вы его можете найти, как Дмитрий Тренер. Очень грамотный человек. Дает информацию интересно, со своей какой-то изюминкой. Вы его также видели на канале Водянова. Он там появляется. Не знаю, почему Дмитрий не сделает свой YouTube-канал. Я уверен, это было бы очень-очень полезно. Респект к Дмитрию. Я знаю, он занимается или занимался жимом лежа. Тоже достиг там определенных успехов. Чемпион. Внешний вид соответствующий. Ну, что самое главное, наличие серого вещества. И человек понимает, о чем говорит. Потому что, как я не раз говорю, знания не всегда есть понимание. Ну и, конечно же, друзья, на мой взгляд, самый лучший методист, который дает и практическую, и теоретическую информацию. Это Дмитрий Яковина. Не знаю, почему Дмитрий тоже не сделает свой YouTube-канал. Но у него очень-очень интересный и познавательный Instagram. Я с Дмитрием познакомился, когда он был главным редактором Железного мира. Мне очень нравился журнал, который выходил под его руководством. Я покупал, читал все журналы от корки до корки. Потом Дмитрий стал выпускать свой электронный журнал про статус. Или посмотрите, найдите в интернете. Там еще больше полезной информации. Очень много всего важного по физиологии, по настоящей биохимии, биомеханике. Дмитрий, повторяюсь, на мой взгляд, самый грамотный специалист в этой области. Дмитрий Яковина. Если вы хотите черпать, получать информацию, то обращайтесь к источникам, где ее излагает, преподносит вам, нам Дмитрий Яковина. Не пожалеете, поверьте, на многие вещи, которые вы считали догмами, вы найдете совершенно другую обоснованную научную точку зрения. И, что самое главное, подкрепленную практикой. Об этом не стоит забывать. Никогда. Ну что, друзья, обещал сказать, кому стоит обращаться еще, если вы хотите получать информацию от девушки, от женщины. Особенно, если вы девушка. Особенно, если вы хотите заняться фитнесом, планируете забеременеть, как тренироваться до этого, как тренироваться во время беременности, как тренироваться после беременности. Понятное дело, что и мужчина, и я могу вам это рассказать, но я не могу вам рассказать это с точки зрения практики. А Арина может. Она даже написала книжку об этом, и, наверное, сейчас не одну. Одну она даже мне сюда прислала в Америку с автографом, что очень приятно. Так что, девчонки, если вы хотите знать, как тренироваться, питаться, особенно от практика, который родил сам ребенка, и после этого стал выглядеть еще лучше, настоятельно рекомендую. Арина очень, очень умная девушка. Я считаю, что и в успехах Андрея Скоромного она занимает не последнее место. Так что, вот такой, друзья, получился рейтинг, если хотите. Это четыре человека, за которых я ручаюсь перед вами лично, своей репутацией тренера, что они вас плохому не научат. Я не знаю, к сожалению, этих людей, как людей, их человеческие характеристики. Но как специалисты, друзья, поверьте, на просторах интернета, на просторах сети найти вам будет сложно. Обращайтесь. Если у вас есть какие-либо замечания, или, может быть, вы считаете, что есть кто-то еще достойный тоже упоминания, пишите в комментариях, обсуждайте нам всем, и мне, в первую очередь, будет это очень и очень интересно. И еще раз напомню, что смотрите на то, какую информацию вы в себя впускаете. Чем вы питаетесь не только физически, но и духовно. Ведь информация, это, можно сказать, духовная пища. И если мы смотрим только говноблогеров, то естественно, что наше внутреннее состояние оставляет желать лучшего. И потом не удивляйтесь, почему вас окружают плохие люди, почему с вами случаются те или иные вещи. Все очень просто. Все очень просто в этой жизни. И в тренировках, на самом деле, все тоже не так сложно, если знаешь, понимаешь кое-какие вещи, моменты. Но, вы же сами знаете, мы редко хотим что-то изучать, учиться. Нам проще посмотреть что-нибудь, проще посмеяться над кем-нибудь, особенно если этот человек лучше и выше нас. И никогда не стесняйтесь, друзья, учиться. Не стесняйтесь задавать вопросы. Я задаю очень много вопросов различным людям, специалистам, только для того, чтобы самообразовываться, чтобы понимать ту или информацию самому. Ведь, согласитесь, когда ты что-то делаешь, очень важно, чтобы ты сам понимал то, чем ты занимаешься. Если ты хочешь глубоко постичь те знания, если твои цели стоят высоко, если ты хочешь далеко продвинуться в чем-то, это очень и очень важно. Расскажу анекдот на Качковскую тему в конце. Встречаются два приверженца системы Майка Менсера. Один другого спрашивает, когда ты последний раз тренировался? Он говорит, где-то два-два с половиной месяца назад. Он говорит, о, что так часто? Парень отвечает, да потому что я пока только над техникой работаю. Надеюсь, вы поняли, в чем здесь прикол. Друзья, если у вас есть какие-то анекдоты на Качковские темы, тоже присылайте их в комментариях или в личку, и я буду их зачитывать и в прямом эфире, и на YouTube-канале. Спасибо, что смотрите, оставайтесь всегда на позитиве, всегда-всегда изучайте любую информацию, отсекайте негатив, и тогда на место негатива будет приходить больше позитива. Даже если вы не очень позитивный человек, старайтесь просто не пускать в свою жизнь негатив. В любом виде, в виде плохой еды, плохих людей, плохой информации, и тогда все будет совсем по-другому. Поверьте, и у вас, и у тех, кто вас окружает. Спасибо, что смотрите. Всем пока. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак Фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры подогнал «Симон»